добрый день дорогие друзья нарушение сна и что делать тема этого небольшого видео размышления частое явление осенью нарушение сна у людей и любые отклонения в нормальном здоровом сне приводят к ослаблению организма человека и хотел бы сказать о том что даже оздоровительное мероприятие все начинаются не только с молитвы но и с оздоровления и нормализации сна человека вторая жизнь человека это сон ночной сон как правило это одна треть жизни людей и хотел бы сказать о том что в разные периоды жизни людей сон имеет разную продолжительность так у младенцев сон занимает от 15 до 18 часов времени у подростков это от 9 до 11 часов у взрослых это от 6 до 8 часов у пожилых это от 5 до 6 часов болеющим спортсменам а также физически работающим людям как правило необходим более продолжительный сон и есть понятие дневного сна когда люди болеют или когда люди находятся в жарком климате жара это более 35 градусов по цельсию и тогда людям необходим также и дневной сон отклонения во сне бывают разными бывают хроническими и острыми и это бессонницы это страхи засыпания это ночные кошмары или страшные сны это сонливость то есть постоянное желание прикорнуть или заснуть это очень продолжительный сон при отсутствии восстановления сил это трудности с просыпаниями или пробуждениями и это апноя то есть остановка дыхания во сне человек он заряжается как аккумулятор телефона именно во сне и поэтому недостаточная зарядка приводит к отсутствию сил к их снижению а хроническая усталость приводит к усталости мозга сердца глаз органов и приводит к неверной работе гормонов а это прямой путь к заболеваниям что же делать необходимо взять отпуск и уехать на природу в горы в лес к морю наладить там режим дня отход ко сну и пробуждение должны быть круглогодично в одно и то же время или отклонение может быть только один час то есть в зимнее время когда раньше темнеет человеку можно отходить ко сну на час раньше чем это он делает в летнее время духовно необходим пост 35 дней на воде и молитвы прошение бога о том чтобы он восстановил хороший сон у человека следующее это осознанное осознание важности и осознанное стремление наладить свой сон и исключить факторы которые его нарушают следующее это изменение образа жизни и его приоритетов то есть человек должен понять что деньги деньгами беспокойство беспокойством а здоровье она необходимо и тогда люди ставят на правильные места заботу о своем здоровье о работе о взаимоотношениях с другими людьми и а также меняют свои привычки от неверных плохих к хорошим и еще один момент это исключение зависимости человека это такие зависимости как порнография просмотр фильмов ужасов чтения книг которые приводят человека возбужденное состояние отсутствие зависимости от компьютерных игр и бесед с людьми которые приносят разрушение и вот это очень важно и так нарушение сна что делать поразмышляйте вы об этом а я желаю вам божьей милости и благодати до свидания